Запретить сбор денег на улицах и убрать ящики для пожертвований из организации, которые не имеют никакого отношения к благотворительности. Такой законопроект сейчас рассматривают в Госдуме. Это должно помочь в борьбе с липовыми фондами. Они воруют фотографии детей, чужие истории болезни, собирают миллионы. Вот только до нуждающихся не доходит ни копейки. Дмитрий Блинников продолжит. Их трудно не заметить. Скорбные лица, фотографии больных детей — обязательные коробки для пожертвований в руках. — Здравствуйте. — Что за благотворительный фонд? — Тёплые ладошки. — Тёплые ладошки? — Да. — А что это за фонд такой? На самом деле никакого фонда нет. Он существует только на словах. А собранные деньги эти люди кладут себе в карман. — Вы не боитесь ходить по проезжей части? — По проезжей части. — По проезжей части запрещено. — Ходите. Эферисты поделили Москву на зоны влияния. Красные, жёлтые и белые жилеты мелькают у метро и между машин на столичных трассах, у торговых центров и в парках. — Говорят, что вы помогаете мошенникам. — Ну, я не знаю. Сборщики пожертвований осваивают общественный транспорт. В электричках рассказывают печальные истории о детях с ДЦП. В автобусах собирают на операции онкобольным. У большинства из них есть хозяева. Аферисты вербуют добровольцев и студентов. Часть выручки они оставляют себе. — Какая оплата? — Свободная оплата ежедневная. Ну, то есть 30% отбор. Представители благотворительных фондов с готовностью показывают документы, справки, выписки из истории болезни. Мы решили проверить их подлинность. Эти студенты рассказали, что работают в организации. Дарим улыбки. — Сколько вот денег? — Две тысячи. — Две тысячи. — Две тысячи человек. — Фонд зарегистрирован в Ярославле. Это многоквартирный дом. По ещё одному указанному адресу уже в Москве располагается гараж. — Это вообще-то гараж. — То есть там только гараж, да, и всё? — Ну, автосервис, как вы видите. У организации есть сайт, но информации об учредителе нет. Так же, как и нет никаких отчётов о том, на что идут собранные средства. Обычно аферисты берут фотографии больных людей из интернета, а иногда используют даже снимки уже умерших. Или просто придумывают людей. — Достаточно часто сборщики работают, допустим, в Москве или в каком-то другом крупном городе. А регистрацию юридического леса у них в какой-нибудь деревне в Красноярском крае. Московский Минюст не имеет права её проверить. А местному Минюсту просто не до них. И главное, что они даже не знают, что где-то там, в другом регионе, работают сборщики от фонда, зарегистрированного в Красноярском крае. Мошенники уверенно чувствуют себя в городе. И цинично зарабатывают миллионы на чужом горе. Дмитрий Блиников, Борис Агапов, Севолод Савичев, Аида Бурашева. Вести.